62 какие-то рисунки. Да, 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 мы там побывали. Это моё всё, у меня на пляже там тоже есть 92, 92. А я в таком месте обнаружил, я шёл вообще знаешь где? Ну? Я шёл где-то дальше, чем Ленина, наверное. Я смотрю, и смотрю на что-то знакомое, я смотрю 92. Я такой, блин, ну ё-моё. Ленин? 92. Погоди, Ленина? Ну, проспекта где-то Ленина, да. 92, да? А, точно, точно, Куниково, может быть? Где-то, да, Куниково. О, да-да-да, у меня там кактус есть, там ещё какой-то. Чё-то есть, я такой смотрю, думаю, да ну ладно. А, и большая 92. Откуда, откуда меня у нас? Блин, Ярик, ты крутой. Такой сидишь, ты вообще. Ты не против, что я тебя там поймал? Ничего страшного, тут всё равно всё тень и свет, понимаете? Так что... А вот ты, Влад, наверное, понимаешь, и Ярик тоже, вон, видите, коричневое окно, это моё. Великое окно, с которым я снимаю многие свои видео, фотографии. Кравли там кидаются. Да, да, ну это тоже, конечно. Жалко, что это не удалось снять. Только заснять там головой и так далее, в стихии. Ну а так, ещё так, вот так вот только всё. Документирую каждый день. Тут снег когда-то летал большой, такой метель. Вот тут всё валялось. Да, это знаешь, когда был? Это... Какой сейчас сейчас? Да, март. 23 марта. Я тогда Фрэмка Капру смотрю. А мы в этот день были как раз в горах, в этом здании прятались. Это очень круто, на самом деле. Да это страшно. Ну в этом-то вся соль. Мне бы так. А я только смотрел, но я, конечно, был в романтическом настроении таком. Ну, мы от холода вздыхали. Не, ну это здорово. Это круто. Вот это я ценю, действительно. Холод? Ну да. Ну я помню, когда холодно будет, красный миг не похоже. Красный... А-а-а, так я и до сих пор не хожу. Понимаю, что ж потеплело. Это другие кроссовки. Это тоже моё брата. Вся одежда, что на мне, это моё брата, дяди и так далее. Короче, я изменил имидж. Я теперь пиджаки, там, рубашки. А чё, так и было, по-моему. Не, не, там чуть иначе. Короче, я скоро фотографии себе буду публиковать. Я сегодня 700-600 опубликовал. Объект Интакте? Да. Это всё старый период. Короче, ты заметишь мою эволюцию в пиджаках, в рубашках. Я же узнал. Влад, оказывается, у меня столько рубашек. Я даже не знал. Честно, столько пиджаков, ну и, короче, я там поносил. А теперь я вновь возвращаюсь к эстетике грязного, замученного. Мне это нравится. После фильма «Время цыган». Есть такой фильм на цыганском языке. Эмера Кустурицы, первая цыгана. Эмера Кустурицы, гениальненький режиссёр. Я вам и советую. О нём много пишут. Он в Россию лезет, политику и так далее. Но это гениальный человек, однозначно. С огромным. У него, просто дело в том, что у него фильмы наполнены необыкновенные атмосферы, там, барокко. Очень много образов он строит. И чтобы такие образы строить, вот этот шаг наш... Там дело в том, что он на каждом шагу образы встроит. И главное, это образы мега сложные. Вот прям, я не знаю, мега красивые. Одновременно сложные и простые. Это очень, я не знаю, уникальная символика, наполненная всем фильмом. И я не знаю, чтобы такие фильмы строить, гением нужно быть. Кустурицы. Очень непростые фильмы, да. Кустурицы. Кустурицы. Да. Такие дела. Кино изучать. Хорошая вещь. Да, согласен. Я тебя сегодня видел, ты был в рубашке. Да, классно. Я тебе фотки уже на компьютере. Нет, заскину на комплекс. Уже скоро, понимаешь, скоро. Медленными шагами. Это где шапки-то? А? Да. Так что, вот такие дела. Влад, ты ничего сейчас не... Как тебе дела в театре? Хорошо. Вот спектакль закончили. Что ты так тихо, спокойно? Ну-ка, давай по бурному. Экспресси. Экспресси. Ну, нормально, вот, заканчиваю. Вот, чуть меньше, чем через неделю заканчиваю. Все, свободная птица. Молодец. Ну, ты знаешь, я теперь так думаю. Если бы я был бы в театре, я бы Кушкли бы такой подумал. А, он научит спокойно. Я бы учил бы спокойно текстов всем и так далее. Когда время сцены бы пошло, я бы отказался от этого дебильного традиционного театра. Я бы пошел бы в Антонена Арто. То есть, конец словам, конец логики и, главное, соединение реального воображаемого. То есть, сцена, как, точнее, не сцена, а как эти зрители становятся частью нашего выступления. То есть, я бы сделал бы, пернул бы, написал бы и так далее. Что я не знаю, произошел бы в урор. Зрители бы сказали, что такое? Это и есть театр. Это и есть театр, когда зрители контактируют с пьесой. Это и есть пьеса. Я бы, если бы ты так делал, театр потерял звание муниципальное. Да, но в этом-то вся соль. Это тоже театр. Он бы разорился. Вот это здорово. С ним бы шли актеры, ты в этом один ходил, который делал. Я бы самый великий актер был бы. Вот я вот так и буду делать. Ну, буду, это понятно, и бы делал бы, если бы остался. Они бы все офигели, что я бы вышел бы. А типа там нужно было показать просто человек, как бы, здравствуйте, здравствуйте, я бы собака притворился. Понимаешь, притворился и пошел бы и так далее. Вот так бы я бы и сделал. Вот это театр, вот это да. А вот то, что они строят, Влад, честно, это не театр. Это я против такого театра. Театр не должен быть таким, слишком много литературы. Так и в кино, так и в театре. Это нужно убирать. Должен быть свой язык. Язык движения, понимаешь, действия. Вот параджан, я вспомню. Вот он понимал, вот он понимал. Всегда знал. И вот Питер Гринова есть такой кинорежиссер. Тоже слышал. Вот, у него тоже безумие еще какое, но он отказывается. Что он снял, какие фильмы, ну, что их перечислять. Ну, книги про Спиро он снял. Типа повар, вор, его жена и любовник. Ну, что-то такое, ее любовник, точнее, да. Ну, что перечислять. Сам посмотришь, они просто... Записки у изголовья есть тоже, экранизация. Очень интересная. Там множество раздвинутых на экранах. Вот так. Про что-то безумие. Особенно книги про Спиро. Там Шекспир, там еще что. Все тонет, все в огне. Там много обнаженных тел, костер. Вот на таких языках. Главное, использование неизвестного языка, невиданного. Вот это тоже я принимаю. То есть язык, который не существует, говорит на таком. Вот такое должно быть. Так что я вот так и буду делать. Ну, и в фильмах я пытаюсь что-то такое воплотить, немного странное. Ну, то, что я видел, это старье. Я наснимал очень много хорошего. Я очень много фильмов сделал. Так что... Влад, а Ярик с тобой ходит? Куда? В театр. А Ярик учится в 29-й школе? Ты на год младше, Влада? Да, на год. Тебе сколько лет? 15. 15? Ты хороший. А когда день рождения твое? 1 декабря. 1 декабря, хороший. А у меня 18-й год. В июне. Да. Лето. Может быть. Ну, я очень люблю лето. Какое твое время года, любимое, Ярик? Лето. Лето? Пожалуй, весна, но как... Не знаю. Лето и весна там. Как здесь? Лето и весна? Ну, хорошо, уж хотя бы лето назвал. Лето и зима это самое такие... Время испытаний, это серьезно. Это настоящее время года. То есть, это форма. Для меня больше зима испытаний. Вот. Ну, зима, понятно. Но у меня все-таки зима и лето. Это одновременно. Мне просто так совпадает то, что на зиму все самое плохое выпадает. Ну, у меня, конечно, печально тоже, но летом у меня тоже. У тебя нет. Ну, понятно. Я просто так смотрю, лето, это горячая вода. Это у меня тоже было. У меня было очень печально тоже летом из-за зуба. Я, может, тебе говорил, я прям... Ну, я в очень плохом состоянии тоже себя чувствовал, но это было только на август. Пришлось сильно-сильно. Ну, и, конечно, в июле было, но все-таки было, было. Но я хочу и зимой тоже. Я имею в виду, что зима, что лето, это такие стихии, это горячее и холодное. Они, по сути, горячее и холодное, это одно и то же. То есть, холодное это горячее, горячее это холодное и так далее. Так что, я вот что хочу сказать, что... Это формы. Вот в чем соль. Это формы. А весна и осень, это не формы. Это еще вот что-то зародыш или что-то еще. Это не то совсем. И тот, кто... Ну, все-таки надо любить зиму. Да. Надо любить формы. Это жизнь. А жизнь это такая драма большая, по правилам. Ну, тут уж и всем понятно, что драма. И у Ярики драмы, и у Влада драмы и так далее. Ярик, наверное, экзистенциалист. И скромный тоже человек. Ну, да ты тоже, Влад, скромный. Так что, нашел себе сапог. Да. Я имею в виду, да, сапога. Наедине мы вообще не скромны. Наедине? Ну, наедине понятно. Соединение. Так у вас теперь... А, Ярик, давай. Трындычу все время, Ярик. У вас теперь... А, близкая дружба. Да? Так сколько вы там близко общаетесь-то? И как это вообще? Большой год, а знакомый недолго. Двух лет. Двух лет. Достаточно. И как вы часто каждый день гуляете, да, получается? Гудете на ночевке? У кого ночевки строите? Ярик. А у меня чем-то в однокомнах не устроили. А у Ярика какая квартира? Как... Опишите, мне же интересно. Я, может быть, чудач, чужак, но тем не менее. Без комнаты, но... Ночуем, и мы на кухне. На кухне? Среди холодильников, помидоров и томатов. Там клево. Там, так сказать, включаем. Посольство теплосты. Да. Ну, понятно. Бежим, фильмы смотрим, бурим. И что, часто фильмы, как мы смотрели, получается, с паузами бесконечными и так далее? Ну, на самом деле, мы стараемся как бы скучать паузы, но... Ну, правильно. Если там бывает, по нужде. По нужде. А сколько вы фильмов рассматриваетесь за ночевку? Да, ну, встали, встали минут два. Два. Ну, тем не менее, главное не это, главное посидеть, естественно, да, вместе. Вообще, да. Потом еще больше, конечно, обсуждений и заспособлений. Ну, правильно. А критики, вы кинокритиков не читаете? Не, не, я вообще не читаю. Ну, сам размышляешь? Ну, я тоже сам размышляю, но тем не менее, еще критиков тоже просматриваю. Мне просто интересно. Да и мне заняться нечем. Вот и все. А? Ну, как критики, что говорят? Критики? То же самое, что и я. Ну, вот так получилось. Ну, может быть, чуть меньше, там какой-то детальки нет. Может быть, розочки нет и так далее. Ну, вот есть Роджер Эберт. Он хороший кинокритик. Тоже, опять же. Джонатан Розенбаум тоже. Антон Долин. Как они, я же говорю, так же, как я. Только мои, допустим, у меня есть тюльпаны, а у них этих тюльпанов нет и так далее. Точно так же рассматривают форму, рассматривают персонажей, актеров и так далее. Рассматривают. Например, Роджер Эберт говорил, что «Ящик Пандоры», да, великий фильм Папста. Это фильм, знаешь, какого года? Тридцатого, по-моему, да? Он бы не был таким мировым шедевром, если бы там не было бы великой актрисы. Я тоже считаю, она замечательная, просто гениальный у него образ сам по себе персонажа. Луизы Брукс, вот так, допустим, он даже сказал. Тем не менее, я полностью согласен. Вообще, я бы мог сейчас рассуждать о Папсте, как кинорежиссере. Что он такой, какая у него там анархия, плоскость, что все фигуры одни и те же, то есть по ровности. Понимаешь, есть фильмы, которые действительно идут с углублением, с заострением, какая-то коробка или даже нет коробки. У Папста же, наоборот, вот этого кинорежиссера, немого кино и так далее, уже начало звукового, все идет в плоской пустыне, и все фигуры, что есть, они почти все равны. То есть фигуры, я имею в виду, что воспринять фигурами, слова, это слова, это персонажи, это дома и так далее, помещения. Вот что имеется в виду. Вот, допустим, я сейчас смотрел кинорежиссера польского Анджи Вайда, да? У него, я бы описал его режиссера, как скалы вот эти, вот на Мэсхака. Вот так бы я их описал. И тем не менее, там нет вот этой бесконечной плоскости, вот этой пустыни. Там есть какая-то, знаешь, какое-то чувствуется такое помещение, пространство. Ну, можно говорить, что у него там быт, очень много быта, очень много вот этих деталей, вот этих всяких. Художный постановщик у него очень хороший, что я тут сказать могу. Вот сюжет, ну, что ты рассматриваешь? Вот так вот. Вот так вот и рассматривают. И я так рассматриваю, и кинокритики так рассматривают. Я, кстати, собираюсь, когда в Америку уеду, начать писать о кино. А я точно уеду, мне что-то громадное предчувствие, что в этом году мы с мамой Гринкарту выиграем. Мы выиграем ее, и я уеду, и там я буду начинать писать о кино. О кино? Да, о кино писать. А, о кино? Да, я думаю, что этим я как раз-таки и буду зарабатывать. А потом, мое творчество, оно много не заработает, оно потом будет, после смерти. Так что, что-то говорится. Ну, да, наверняка правильно. Я бы умол, почему. Смотришь фильм, смотришь фильм, пересматриваешь, например, Вернера Фазбемера, да, немецкого кинорежиссера. Очень хороший на уровне Бергмана, опять же, Шантанионе. Они очень-то похожи, великие. Бергмана, пересматриваешь, а потом описываешь, его режиссер-то стиль, что он делает, и так далее. Можно писать свою книгу, и так далее. На самые разные тематики. То есть, любимые мои фильмы, допустим, или же фильмы негритят, и так далее. Я говорю, на самые разные, можно бесконечно писать. А это хорошо, кстати, удобно, интересно. Даже проще, чем создавать свое творчество, наверное. А откуда мне еще остается? Свое творчество я уже создавать не могу. Допустим, поэзии я уже все перекарабкал. То есть, если я возьмусь опять за ритм, или уничтожу все то, что я понастроил эти все принципы себе, все равно буду писать так, как уже писал. То есть, уже все, конец. То есть, я уже все написал в поэзии. Я не могу уже создавать. А остальная жизнь на что? На другие виды искусства. В других видах искусства я еще не все прокарабкал. Ну, проделал и так далее. Я, допустим, еще знаю, что еще. Я очень много в одиносе сижу. Надо что-то с этим делать. Я должен буду выходить. Вот вы общаетесь, вы молодцы. Галя, я уверен, она все время общается, все время где-то бегает. Я тоже должен так делать. Вот на эту жизнь осташься ей не сделаю. А жизнь, ты сам знаешь, вряд ли она будет сто лет, восемьдесят, девяносто. Я все так же, такого же мнения о том, что тридцать лет. Тысяча тридцать второй год. Сам знаешь. Так что, вот на что. Живопись есть, кино, я говорю, вот это писать. Допустим, у меня вот роман «Время». Я его пишу до сих пор, забросил. Я вот должен его дописать. Потом я должен сделать ту работу девяносто два, которую я говорил. Должен сконцентрироваться на пьесах. Работу, которая теория? Нет, теорию я не буду писать. Она, то есть, формулирует трактовку, я не буду делать. Я ее символически передал в своих произведениях. То есть, в поэзии, в прозе. Символически, вот только так. А вот, чтобы прям научно работаю, я так нет. Нет, я так делать не буду. Есть много причин, и только потому, что мне интересно. Мне тоже не интересно. Ну, если бы у меня была такая теория, я бы не стал бы про трактовку писать. Не знаю, это было бы каким-то неуважением. Не знаю, но я в любом случае что-то хотел сказать, я уже забыл. Трактовка. А, вот, на пьесах сконцентрируется. Ты знал, что у меня уже 3-4 пьесы опубликованы? Они авангардные. Ты не читал? Нет. Ну вот, я буду продолжать новое делать. А? Еще более. Там уже точно новинная арта. Арта на меня кардинально повлияла. Сильно. И что я тебе хочу сказать? На пьесах, на живописи, на своих фильмах тоже создание. Я хочу все-таки сделать за свою жизнь все-таки какой-нибудь действительно бюджетный фильм. То есть нанять художника-постановщиков действительно, гримеров, актеров. Все это сделать. Я планирую сделать фильм тоже без всяких. Все-таки сделать и такой, как сказать, с декорациями и все как надо. И даже так, просто черный фон и так далее. И то есть все пейзажи, что могли бы быть в фильмах, они бы создавались бы теми персонажами, что стоят в кадре. Вот на этом черном кадре. Это сущий экзистенциализм. Я вот к этому стремлюсь. Это уж требование к актерам. Вот. Это было бы очень сложно. Ну, не сказал бы. Там достаточно просто любого движения. Это другие уже теории. И слово, да. И вместо слов я бы танцевал. Естественно, язык движения и так далее. Дождь. Ну что, прекрасно. Ну там есть, видите, остановка. Я уже промерзся вообще окончательно. Можно на основку пойти? Ну да. Ну, да. Значубно. Ну, блин, просто маман, наверное. Ну, ладно. Ну, да, может, я так не могу. Ладно, пошли. Значубно, да. Дождик пошел. Я, наверное, много говорил, но просто я почему говорю, чтобы знать обо мне какое-то мнение. Портрет построить обо мне. Просто Ярик меня не знает. Ну да. А Влад тоже меня уж забыл. Вот я и строю свой портрет тем, что вот так много трындычу. Против. Ну, наверное. Вот я бы хотел... Без себя чем-то сложно выдавить. Кому? Без себя чем-то сложно выдавить. Я тоже понимаю, это пару чувств. Мне так же. Часто в школе или что-то еще, когда надо. А сейчас почему-то летит все. Но часто я не могу сказать. Когда помнишь, мы последний раз встречались с гитарой, ты еще, наверное, волосы носил тоже. Вот тогда я что-то выдавить тоже не мог. Тебя быть, слушай, наверное, из-за того, что я сконцентрировался на... А я сейчас на себе. Просто от этого тоже важно. Не знаю. Ну-ну-ну-ну-ну. Фотографии уже есть. Я уже буду, чтобы мои волосы были. А тебе шло так хорошо, красиво. И сейчас тоже... Не остался никаких. Согласен. Я поэтому не подстригся. Ну, у меня опять уже отросло. 5 января у меня были корочества много. Ты можешь это увидеть скоро в моем паблике. И, кстати, ты в моей группе уже есть. Я фотография, что я тебе сделал, не есть. А, ты в другую? Да. И ты там очень хорошо получился. Очень хорошие фотографии. Они... Там свет хорошо пал, и фон хороший. И ты хороший, так что... Хороший, да. Мне нравится такая работа. Я бы хотел быть таксистом. Или же, знаете... Да, очень сильно привлекает. Да, я тоже. Особенно как Мартин Скорсезе. У него есть фильм «Таксисты». Гениальный фильм. Ну, и много других. Ну, Джармуш тоже у него там про такси. Но не с этих пошло. Да, да. Джармуш, кстати, на меня сильно повлиял. То, что мне он очень сильно понравился. Мы с Эриком очень всего Джармуша, да. Вы молодцы. Джармуш – это особенный кинорежиссер, очень поэтичный. Ну, Мертвец – это вообще что-то, конечно. Мертвеца все так сильно оценивают. Мне вот Паттерсон тоже понравился. Потом, знаете, «Вне закона» тоже хороший, да. «Более странно, чем в раю». И еще есть у него фильм «Отпуск без конца». Ты на час. Очень хорошие фильмы. Выживут только любовники тоже. Но мне все... Знаете, понимаете, у меня, наверное, все фильмы Джармуша, как по степени понравились, они у меня все, наверное, одинаковые. Даже «Сломанные цветы» тоже. Они... Ну, не снимаете. Нет? И этого «Пес самурая» были. О, «Пес самурая», да. «Пес-призрак». А что это самурая? Очень хороший фильм. Прям гангстер, самурай, там музыка такая, рэпчик. Он идет такой все время. Это так все... Такой пафос как-то мне нравится. Там понравится такой эпизод, где человек... Ну, он, в общем, вот этот «Пес-призрак» говорит на английском, а у него друг единственный. Мороженечек. Ну, мороженое продает. Он француз. Не знает английского, они говорят. Тут по-французски, тут по-английски. Они хорошо общаются. Понимаешь? Вот это уже суть чувств. Вот то, чего я хочу. Общаться чувствами. За слова. Вот что главное. Слова как инструмент к познанию за слов. За слова – это наша душа и так далее. На самом деле, мы ими общаемся, не словами. Вот я сейчас тебе говорю, это заслуга не слов, это заслуга другого. Это того невидимого касания. Ну, я так и буду в Америке разговаривать. Я про это только буду. Ну, я что хочу сказать. В Америке... А, ты так и думаешь... Ну-ка, еще раз повтори. Что, я так и думаю. А, вот. В Америке я так и буду общаться. То есть, я не буду особо учить английский, я буду по-русски говорить, вот и все. То есть, делай что-то. Ты получается, экзистенциалист, интуиция, полагаю. Да, я огромный экзистенциалист, это уже сразу не было. По всему моему, то же, с самого начала, это конца. Я помню, это раньше такое. Экзистенциалист. Я не любил это слово, не хотел его применять, а сейчас полюбил. Полюбил сейчас. Мне оно не нравилось еще только потому, что оно принижало других. То есть, ты говоришь, он такой экзистенциализм, а он... Я просто гуманист. И тогда еще был более особый. И он такой думал, ну, может быть, расстраивался себе или нет, или... Ну, так нельзя. Я вот пришел сразу, просто разум. Потому что говорят, трактовка экзистенциализма, что это такое? Разум, все. Можно идти дальше, но достаточно просто сказать. Разум, человек, все. По сути, все экзистенциализм, на самом деле. Разве так, все? Это уже целик. А? Это уже целик. А, как еще раз? Целик. А, ну, тем не менее. Вот, что ты еще хотел сказать? Ну, слушай, Влад. Вот, Ярик. Вот, Ярик, ты литературой увлекаешься тоже? Увлекаюсь. Увлекаюсь литературой. Что читаешь? В данный момент, вот, начал на мой яхт. Вирджиния Вульф. Да, это лучше, конечно. Комингуэ я только дочитал. А? Комингуэ я только дочитал, да. Ну, вот, Вульф ты взял, это гениальная книга, и Вульф это гениальный писатель. Вот есть еще Джеймс Джойс, еще не брал? Нет, есть книга, но в крайней мере. Буэллис? Это самая лучшая книга, вообще написанная человеком. Читал. Суть в том, что эту книгу даже, чтобы ее понять, она настолько глубокая вещь, чтобы ее читать, ее даже читать не надо открывать. То есть она витает по воздуху. Потому что самые великие книги, они воздухом летают, с пространством, становятся частью пространства во всем. Это Аристотель, это Библия, это Одиссея, там Гомер и так далее. А вот Джойс, ну, конечно, рядом с Библией стоит. Вот он настолько глубокий. То есть там чисто полет души, там все абсолютно. В каждом слове, говорит Холла, там все в этом слове, понимаешь? Я не могу сейчас сказать трактовку, но тем не менее, этот роман, эта книга, ее можно читать бесконечно, бесконечно, бесконечно. Это вечная книга, самая вечная из всех, она, бесконечно, я не думаю, что человеку нужно писать лучше, что-нибудь. Это самая лучшая книга из всех, которую я читал вообще. Любимая книга, любимая. Ну, не любимый автор, Джойс. Любимый автор все так же. Достоевский, Долстой, Солженицын, Пушкин. Ну, Пушкин, он совершенен. То есть это действительно, он идеально формы строил, внешне и внутренне, и так далее. Ренессанский тип такой, да? Но он мне духовно просто не близок, и поэтому, наверное, я не могу его назвать любимым автором. То есть, я не могу описать это чувство. Но, тем не менее, автор, конечно, это очень хороший, я его, действительно, глубоко уважаю, но не любимый автор. Ну, я так. Ну, он совершенной формы строил. Действительно, никто не смог достичь, ну, из русской поэзии уровня Пушкина, никто. Я вообще не мог, я просто представил. Пушкин, кто там, Маяковский, Есенин, Лермонтов, они какие-то немного однозначные. Ну, и все многозначные, на самом деле, идем, ширина, но можно идти, однозначность, это значит, меньше смысла, больше всего, меньше всего. И они ближе всех к этой однозначности. То есть, не такие вечные, у них больше на личность, больше на душу и так далее. А когда у этого Пушкина, он, конечно, и стремится к этому, но не надо забывать, что я, если я, это все, значит, он ближе всех, потому что к этому, и что он раскрывается весь мир. Ну, как-то так. Я хочу сказать, что я вот думал чисто, сопоставлял всех авторов, и не мог просто найти того, кто бы достиг уровня Пушкина. Даже среди западных. То есть, действительно, я считаю, что нам глубоко повезло, что... Серьезно? Да, глубоко повезло, что у нас появилась такая душа, как Пушкин. Ну, я уже как говорю, я не могу, не могу, видимо, уже наговорился. Уже идет акцент. Ну, давай, короче, Влад. Кто-нибудь из вас, ну, что-то вы так мало говорите. А это все из-за меня. Потому что у вас делается весь акцент на меня, и из-за этого уходит на вас, ну, ваше я исчезает в тумане, весь на меня, и... Ну, это точно такая же беда. Это нужно мне помолчать, чтобы заговорить. Давайте помолчим просто. Тишина. И послушаем звуки природы, мира и дождя, и все у нас есть. Это глубокая поэзия. А я поснимаю. Я знаю этого кинорежиссера. Он, слушай, у него, я бы даже так сказал, что он идет из фильма этого Позолини, 120 дней Содома. Только у него это лучше, оно у него более учеловечено, вот это, понимаешь? У него... Учеловечено и более подставлено уж, как сказать, под разум даже так. От души, от конца. То есть, если Позолини, 120 дней Содома, это чистая душа, то там разум, разум его неизбежателен везде. То есть, он же этот разум, вот в этой Позолине, увеличил просто побольше. И, конечно, да, конечно, это хороший автор. Как ты его назвал? Гаспар Ноэ. Ноэ? Гаспар Ноэ. Ноэ, ноэ. Гаспар Ноэ. Гаспар? Угу. Гаспар Ноэ. Ударение на Э. Гаспар... Гаспар. Гаспар. Он французский и... Там все на последний. Так что, типа, Мишель Хазановичус. Типа, тут можно сказать, Хазановичус какой-нибудь, я не знаю, Хазановичу, Хазановичус, Каракулиди, понимаешь? Коуфилд, наверное, Коуфилд, да, да. Как тебе фамилия, Риббин? Риббин. Хорошая фамилия. Как участник? Кино. Ну, это очень хорошее. А я хотел сказать. А? Откуда? Как участника группы кино. Я же кино как-то так, но тем не менее. Все же был друг, как Риббин. А-а-а. А я подумал... Может, ты ботер был? А я подумал о Христе. Понимаешь, раньше Иисус Христа в виде рыбы подражали. Да. Да. У меня есть стих такой, «Я рыба». Хотите прочитать? Я рыба. Вновь рыба я плаваю в воде. В аквариуме. И вокруг... Блин. Мама звонит. Да, маман? Извини, я вот зашел в остановку, потому что дождик пошел. Там просто крыша. Вот я тут же. Видишь меня? А-а-а. Погоди, я еще вот общаюсь. Ладно, давай. Все. Нам уж дождик призакончился, скорее всего у нас. Ну, давай. Я на остановку. Ну, я там же. Давай. Потом. Вот. Давайте заново. Я рыба. Я рыба. Вновь рыба. Я плаваю в воде. В аквариуме. И вокруг лишь только мрак. И вокруг лишь только сон. Как прекрасен этот мир. Как прекрасен этот свет, который тоже состоит из мрака. Я рыба. Вновь рыба. Я плаваю в воде. В аквариуме. И вокруг одна лишь любовь, и вокруг один лишь круг, лишь только круг бытия, лишь только круг бытия, который тоже состоит из небытия. Такие простые, я иду такой мегапростым стихам, то есть стихам, которые вовсе не стихи, почти как сообщение во ВКонтакте, даже так, только с акцентом такой на стих, точно так же, как у меня фильмы. Я иду, как бы так снимаю себя, что делаю просто акцент на какой-то поэтичный, на роль, даже так бы сказать. Это все тоже очень интересно. Но это не лучшие стихи, тем не менее. Мои лучшие стихи, Влад, вот Ярик, запомните, может почитать, с названиями. Волхвы, там, Горбунов, Насворату, существование, это мои лучшие. Те, что большие, это действительно. Я такую форму создал, какой-то сумасшедший, вечно круговорот, и они не то, чтобы по форме очень хороши, они глубоко эмоциональны и глубоко мысленно, даже так, мысль есть. И мне очень нравится там обилие внутренних рифм, очень у меня много получается. Я как бы от рифм отказался, но тем не менее в этих стихах эти рифмы появляются, и они именно внутренние. И там все время очень похоже, что вспоминаешь Игра Алана По, тоже с Вороном. Как-то вот это слово застряется, все время есть, как бы, какое-то сумасшедствие есть. И среди этого потока, как будто искажение во время, появляется такое слово. Одно и то же слово, как тема стиха. И оно застряется, как мантует. Оно, это стихи. Оно? Ну это, это хорошие стихи, но не сравнится с тем, что я, говорю, написал в конце 2018 года, вот с этими стихами, с заголовками. Просто многие книги не хотят читать, потому что читают и забрасывают, потому что большие. А их нужно внятно читать, слух, и пойдет, поехал. На английском языке тоже написал, хороший, похоже, 300 стихов на английском языке я писал. 31 декабря я написал последний, и все. На Каллопоутре это все можно прочитать. Американцы читали, даже нравилось, подписывались. Было 40 подписчиков, лайкали, даже писали, что такого я никогда в жизни не буду писать не смогу. Ну, типа, наоборот, что-то хорошее в другом, там другой был, конечно, слова. Ну, квалили некоторые, но это ранее другие. А последний с круговоротом, конечно, меньше, но тем не менее. Да, стихи стихами. Ты не смотрел фильм? Я помню документальный. Бор цветов. Это про Боба Кауфу. Боб Кауф... А-а-а, погоди. Бобе Кауфу? А, погоди, а, погоди. Эдди, есть Эдди Кауфун? Да, погоди, это... Эдди Кауфун, это очень хороший комик. Дадаист, я бы даже так назвал. Гениальный комик, который тоже на меня повлиял. Боб Кауфун поет. А, Боб Кауфун, точно, черный, битник. Вот, вот, вот. Документальный фильм? Документальный фильм на русском языке? Нет. Не, ну, мне интересно будет посмотреть. Боб Кауфун, он мне всегда, он мне притягивал взгляд. Мне кажется, что мы с ним похожи, и... Но дело в том, что я находил мало стихов как-то, даже если переводит и так далее. Я помню, Юзеф Камуняку. Камуня, Юзеф Камуняку. У него очень хорошие стихи, джазовый у них ритм особенный, это понятно. Но стихи, суть в том, что у стихов тоже есть сюжет. Но мы поглощаем другое, мы поглощаем душу, форму, вот это важно, ритмы и так далее. И... Мы можем спокойно читать стихи на французском, на немецком, на английском и так далее, включая. Мы от этого ничего не теряем, мы теряем только вот этот сюжет, но... Кстати, про языки, какого-то языка, про чтение? Препочтение? Вообще получилось так, что, наверное, всем... Ну, лучше, больше всего, в придуманном, естественно. Я вот, я сейчас перебью, то же скажу, я на время даже помню, писал стихи без слов, и я думаю, если я продолжу даже писать стихи, то они будут без слов. Стихи без слов, то есть, как есть кинорежиссер, который пишет без камеры фильмы, понимаете? Снимает фильмы без камеры. Это Стэн Брикетш. У него он сделал первый фильм без камеры, снял без камеры. Ну, подумайте, посмотрите, фильм Мотыльковый свет называется. Мотыльковый свет. Это авангардный уже кинематограф, нью-йоркский там. Ты... да? Так вот, ты мне говоришь, в каком припочтении? Придуманном. А так я бы взял бы, мне он нравится очень французский, немецкий, допустим, английский. Ну, я на немецком знаю один язык. Ой, стих. Гейна. С приходом чудных майских дней, как и запели нежные птицы, я все слезы и мечты, поверх ногам моей царицы. Ну, это на русском переводе. А я на... в оригинале знаю. Ну, я все равно буду... Я многие звуки не произношу, я давно не читал. Ну, что-то такое. Это я же не знаю немецкого, это на суху. Ну, в общем, немецкий ассоциировался каким-то таким величественным языком. Немецкий, да, есть такое. Застрение золотом. Да, есть такое. Мне тоже так. А французская такая, он такой утонченный. Вот так, да, так и есть. Жан-Пьер Лео. Лео. Лео, потому что француз. Лео. Он очень красивый. Он, он играет вообще кто-то сейчас. Играет, ну? Кстати, вообще роль очень сильно зависит от актера. Понимаете? Самый выдающийся актер в какой-нибудь институте может стать самым плохим, а самый непрофессиональный от студии может стать самым лучшим. Это будет ли это фильм? А, ну это другое. Я хочу сказать вот что, что суть даже не в актерской игре, абсолютно плевать какая техника, главное режиссер. Я понял, что именно от режиссера, от его взгляда зависит полностью актерская игра. Понимаешь, были такие великие кинорежиссеры, как Брессон, как Лукино Висконти, понимаешь, Пазолини. Понимаешь, эти кинорежиссеры, они брали непрофессиональных актеров. Понимаешь, эти непрофессиональные актеры из-за их, вот знаешь, реального, скажем, взгляда на мир, понимаешь, в стране, они стремились к реализму, понимаешь, полностью. Как же сказать, реально, от их точки зрения, даже так просто скажу, точкой, точной, яркой точки зрения, эти непрофессиональные актеры оказывались очень большими. То есть, кинокритики кардинально оценивали. Понимаешь, или даже вот есть очень хороший кинорежиссер голливудский, значит, Уильям Уайлер. У него есть лучшие годы нашей жизни. Там ветеран войны Гарольд Рассел. Он что хочу сказать, он потерял две руки на войне, он с крюками отыграл. Он непрофессиональный актер, но, тем не менее, получил два Оскара за мужскую роль, там, со второго плана, ну и как, за заслуги, то есть, за храбрость и так далее. Ну, это, конечно, немножко, я отошел от темы, но, тем не менее, я хочу сказать чуть-чуть совсем, там, по ветвям, а то и далее. Но я хочу сказать, что все-таки действительно зависит от режиссера, именно режиссер это делает. Если у него, понимаешь, многие режиссеры идут либо в сон, либо в пробуждение. И кто идет пробуждение, и вот те, кто идет в пробуждение, те, кого кино очень похоже на документальное, а документальное очень похоже, оно, знаешь, как, ну, есть, как его писать. Это низкобюджетные, затянутые, да, такие сцены тоже. Вот это реальные сцены, которые, вот, вот у этих, или кинорежиссеры, которые не выстраивают как-то монтажа много, они не делают много склейк. Ну, именно, вот как вот мой вот этот фильм, вот, вот так, просто снимая, вот, даже похоже, у них почему-то, действительно, самые непрофессиональные актеры, даже те, кто даже не пытается даже играть, они оказываются очень правдоподобными. А вот, допустим, я смотрю фильмы Скорсезе позднего, вот это, 21 век. Допустим, Ди Каприо в них, вот я смотрю, мега неправдоподобен, а это все из-за языка кинорежиссеров, его взгляд, потому что его фильмы сами по себе, если смотришь на них, и не скажешь, такое, как бы, выйдешь на улицу, и ты не увидишь этого фильма Скорсезе, то есть картинкой в точности, даже построение кадров. Все это кажется каким-то сном, нереально, да, выпухлым, как будто это не из этой вселенной вообще. И поэтому эта игра тоже, я представляю, она не та совсем. А вот Тарковский, вот у него самый лучший фильм мой, ну, который я люблю, ностальгия. Ты вот этот фильм можешь увидеть везде. Выйдешь на улицу, и ты брау, ты видишь Клин Тарковского. И у него, пожалуйста, все эти актеры, они выглядят максимально правдоподобно, очень. Вот действительно, просто, вот ты сам посмотрел все фильмы, что с огромным бюджетом, ты выходишь, и ты их не видишь, и все эти актеры, что вот как бы не криктели, из-за того, что вот эта вот точка зрения, они становятся очень неправдоподобными, никакими просто. А вот Тарковский, вот с этих затянутых, или даже маленький бюджет, как у Вернера Фазганера, да, или Бернера, да, то ты сразу выходишь на улицу, и ты видишь этот фильм, вот в чем соль. Ты видишь. Тарковский очень интересен еще тем, что вот документальное кино, вот можно вот снимать документальное кино, да, но ты не можешь это построить под свою мысль. То есть ты улавливаешь моменты, ты вот так вот ловишь, но я же не могу задать вашу позицию, за мной не задал, вот ваше реальное чувство. А Тарковский, он же как-то вот делал документальное кино, но, но, тем не менее, он навязывал кардинально свою точку зрения. То есть действительно, как сказать, он выстраивал, обычно документальное кино все-таки, сюжет, все, события, чувства, строит судьба. А тут же весь сюжет строил Тарковский сразу, понимаешь, у него игровое кино, оно, у него кино одновременно игровое, документальное, даже так я бы сказал. Это, ну, я не знаю, лучший режиссура, который идет в пробуждение, я не видел никогда. Ну, как-то так. Паразмысление. Я, конечно, корявый, сейчас уже начинаю мыслить, строить. Формулировать, но, тем не менее, я вот хочу сказать, что действительно, лучше режиссура Тарковского я не видел. Ну, который идет, вот действительно говоришь, в пробуждение и в сон. В сон, что я могу сказать? Вот в пробуждение это Антониони, Теонгелопус, Тарковский, Брессон. А в сон, это там, допустим, поздний Скорсезе, или же даже вот эти фильмы, которые, как сказать, даже в Удиалу, даже Коппола, он тоже идет в сон. Это те, можно даже и сразу заключить, чтобы было просто. Фильмы, у которых есть много действия, и фильмы, у которых есть бюджет. Вот так просто скажу. Ты можешь меня сейчас неправильно понять, потому что я уже что-то... Уже закорючен. Ну, что вы не правильно понимаете? Так что действительно нужно думать, размышлять, ставить, какие есть фильмы. Но все эти фильмы хорошие. Те, что идут в сон, и те, что идут в реальность. Вот так. И грань чувствовать хотелось бы. Да, я много трындычу. Ну, и вы же не хотите говорить. Я же говорю, надо просто... Я вот все хочу. Давайте помолчим. Я почему-то хотел, чтобы вы обработали, что я сказал, и начали сами говорить. И дальше вдруг вы начали что-то, не знаю, говорить, что-то вот ввести контакт. Я бы мог сейчас остановиться, ничего не говорить, молчать, и как будто меня нет. И вы переключайтесь на... Везде лапу, и так далее. Начинайте общаться, и уже идет что-то. Вот вы уже рассказываете о себе. Как-то так. Попробуйте. Сложно. Ну, а что там? Я просто... Я просто... Я просто... Я сказал... Мама! Ну, вот, природа, в смысле, скорее всего. А, пошли. Так что представьте, что меня нет. Общайтесь, ребята, общайтесь. Блин. Останьте сюда. Тут красиво, кстати, гулять тоже, ходить, говорить. Чистый экзистенциализм. Все эти писатели, что мы могли видеть, мы и сами строим. Вот тут. Воображение. А воображение – это реальность, не забывайте. Ярик, я тебе так скажу. Воображение – это проектор того, что мы видели совсем другими глазами. Ты видишь реинкарнацию? Я, Турсаны, и жизнь. А? Турсаны, говорю. Умный. Так что... Вот-вот я о том же. Так что все, что мы видим в голове – это все было. Все будет и так далее. А будет – это было, а было – это будет. И так далее. А то есть несколько книг. Какой? Тибетский книг. А, ну, это тоже, конечно. Ну, хотя... Она мокрая уже, кстати. Ну, можно проспадить. Хотя, ну, вот так вот, вокруг цветов. Я не хочу, чтобы мама. Я вот маме пообещал. Тем более, мне тут нравится. Надо просто выходить пораньше. Если бы мы вышли в пять... Ну, я в театре говорю. Ну, понятно. Если бы... Ну, все равно скажи, если бы... Ну, давайте так, что-то мужик. Я вообще... Надо бы погулять днем. Ну, вот в чем суть. Мы с Максимом всегда гуляем до десяти. Всегда. Ну, если бы... Ну, там у нас всегда Одиссея, мы бродим. Если бы мы вышли в пять, мы бы пошли до центра, и нам пришлось бы обратно до дома. И вот это обратно до дома – это можно было бы дразумать до десяти. Мы вот так вот обычно гуляем. Можно будет... Как будет время свободно, сколько-то импульсов, чем в городе, без... А, ну, конечно. Я обожаю туда ходить. Строить такую... Худорную Одиссея. Фильмы снимать. Трорные фильмы. Я там часто помню снимать. Давайте подавляем. К классическом мире, где ты дергаешься. Троррор... А, Троррор... Там Мьё, да, Дорис Мьё. Играет... Это... Кузнечик называется. The Brass Hopper. The Brass Hopper. А, да, да. А, да, да. Но я здесь до сих пор в предложенных новостях в группе. Там жил-был Кузнечик. А, хорошее, да. Хорошее произведение. Хорошее. Так что... Но оригинал покажешь только у меня. Ну вот. В будущем я выдумываю его за свое. Я получу. За желание. Давайте вот скажем. Давайте. Я вот что-то вот хотел сказать. А, да я вам говорил, что я бы хотел овощами торговать на рынке. Мне-то так нравится. Ты стоишь там... Овощи, фрукты, самые свежие... Там напеваешь песни и так далее. Подходит. Ты контактируешь с людьми. Контраст, свет, овощи. Какие-то образы, фрукты. Это же сущие. Это тот кинематограф. Ну, кстати, по овощам. Мы же с Сериком уже третий месяц при вилитарианстве. Ну, надо же. Ну, тем не менее, я хочу договорить. Это тоже интересно. Что... Вот это тот кинематограф, что я хочу. То есть, овощи. Стоишь, люди проходят, пейзаж. И главное, овощи, фрукты, овощи, понимаешь? Образы. Вот это я хочу. Мне нравятся такие профессии. Таксист, уборщик. Там... Таксист мне больше всего привлекает. Но меня тоже одно время очень с ним привлекало. Теперь я увидел овощи. Овощи, фрукты. Как ты стоишь и поешь. Самые лучшие зливы в городе. Понимаешь? Там и так далее. И забываю я на свое. О, где-то, не знаю, сковородки. И... Нет, я могу, может быть, тоже, но, знаешь, типа, не в наше время. Да почему? В наше время тоже это очень здорово. А что тут в наше время? Ты... Понимаешь, все времена настоящие? Я знаю. Прошлое и будущее вместе. Вот что я хочу тебе сказать. И это одна из ветвей. Понимаешь? Так что... Мне вот как-то вот таких вот реалиях у меня не привлекают. Ну ладно. Я наде... Вот я, как говорю, я бы в бродячий цирк пошел бы. У него не нравится цирк. Тебе нравится Ярик цирк? Цирк? Да. Помню. Вот. Вот он молодец. Ну он бы участвовал бы в нем тоже. Вот ты бы участвовал в бродячий цирк? Я... Блин. Цирк в голову. Маман. Да, Маман? А я вот, посмотри, видишь? Давай. Ну мы еще только общаемся. Тут что мы? 40 минут еще общаемся тут. Ну еще и нормально. Давай, Маман. Давай, пока. Я все равно тут. Давай. 25 минут. Я вот... Ты хороший человек. Ты добрый. Ты мне напоминаешь моего одногруппника хорошего. Это... Глухих. Ты знаешь, что ум в диалоге с тобой не раскрепощен? Ну я потому что говорю. Я только говорю на себя. Весь акцент только на меня. Ваше Я расплывается и так далее. Я понимаю это. Я... У меня точно так же. Может быть, но я просто сам по себе замкнусь. Ты мне с новыми людьми очень другое общается. Я понимаю. Не в этом дело. Суть в том, что многие меня считают тупым очень. И понимаете? И так и есть. И так... Нет, я хочу сказать, так и есть. Я одновременно тупой, умный. И у меня вот... В другом общении я могу быть очень дураком. В чем-то тупым быть это даже. Ну даже не фэнт хоть куда-то. Ну да, да. Я с полностью согласен. Тупые же они чувствуют. Ну я вот сейчас размышляю. Тупой это самый умный. Но это одна из ветвей. Одна из ветвей все-таки тупой это умный, умный это тупой и так далее. Но тем не менее, я хочу сказать, что разное общение. Зависит от человека. В связи от того, что тупой это чувствующий больше, чем якобы думающий. Ну, это одна из ветвей. А если ты чувствуешь, то ты умный? Ну тоже. Это одна из ветвей. Все-таки я хочу сказать. Дерево. Но я вот что-то хотел сказать. Вот, допустим, зависит от человека. Кое-где я могу что-то сказать, а кое-где нет. Вот был у меня Кирилл друг. Ну, Бушуев его зовут. Кирилл Бушуев из Кодича. Я думал, я думал, оленик. Не оленик. Но тем не менее, Кирилл Бушуев. И вот мы с ним ходили, гуляли. Он такой интересный тип. Голову не моют, черные волосы длинные, такой конопатый. Ты видел, вот. Он музыкой увлекается, там программирует. Ну, суть в том, что он говорит так. Тихо, очень сильно картавец. Короче, почти. Он очень своеобразный. И вот, говорит же, с этим человеком я тоже своеобразный. Вся моя личность, что у меня есть поэзия, философия, музыка. Все это уходит. И остановлюсь просто, Макс Джо какой-нибудь, ячменное зерно. И я просто... Ячменное зерно. Доктор Роберт Бернс. Так что... Не, знаешь, такой Макс. Как это вы тут? Ма... Джон... Мэн Росен. Мэн... Да, 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 да. И вот он это... И, короче, я пытаюсь все это вылить. Все свое... А я не могу показать. Я мега простой. Я... И он меня действительно дураком считал тем еще. Он мне как-то сказал, что я самый глупый человек, с кем он общался за всю жизнь. Это был... Зачем он общался с тобой? Ну, так вот. Я просто экспериментировал. Я вам говорю все время, ты мой лучший друг. И он был тоже... Я с ним все время пока общался и так далее. Признавал, а он нет. Он нет. И... Что я хочу сказать? Ненавидел меня все время. Я это знал. Я его чувствовал. Я даже чувствую, что до сих пор, что когда пройдет время, мне еще больше возникновить и так далее. А за что? За то, что... За мою личность, наверное. Наверное, поэтому я от нее отказывался. У меня вот суть в том, что почему я, наверное, был таким простым... Да. Наверное, была суть в том, почему я был таким простым, таким не собой. Только потому, что он был... Не только... Вот в этом, да. Я просто, чтобы общаться с ним, я люблю людей. Вот в чем соль. Я люблю их душу и так далее. Я люблю самый разный слой, но они нет. И я чужой и так далее. Чтобы с ними общаться порой, ну как стихия, мне приходится отказываться от своей личности. Если честно, я бы такое не купил. Я бы лучше не отказался. А я что, я очень сильно люблю людей. И вот я отказывался от своей личности, чтобы общаться с ним. И поэтому вот так вот получилось. Но тем не менее, он был моим лучшим другом. Был моим лучшим другом. Поэтому у меня уже было сразу несколько стремлений. Отказаться от своей мысли, чтобы с ним общаться. А общаться я хотел тоже пытаться говорить о себе. Пытаться говорить о тем, что увлекаюсь. Но вы ведь видите, какие ветви уже прикликаются. Вот это вот. Говорить о себе, а о себя я пытаюсь спрятать. Вот как так? И появляется вот этот другой человек. Совсем непонятная ситуация. Это все из-за любви. Потому что, вот понимаете, у меня тоже так же в колледже. Есть люди, которые хулиганы. Там на мотоциклах рэп слушают. Такие чуваки, боксеры. Мне безумно нравится с ними проводить время. Просто с ними быть. Слушать их шутки. Вот то, что считают люди быдловые, для меня они много значат. Мне нравится все слои. Но, а я другой там в этом такси-соль. И что я хочу сказать. Мне нравится, а они меня принять не смогут. Потому что я действительно другой и страдаю. А, что еще? Может быть тебе поэтому и нравится, потому что ты не знаешь. А, не. А может, не знаю. Не знаю, просто хочется все любить. Нет, нет, даже не так. Не знаю. Просто вот действительно люблю все слои. Стремлюсь туда, но... Меня наоборот как-то унижают, что ли, показано. Но я все равно иду. В общем, ты такой, что ты в Радике, блин. Как ты так... Кстати, я вообще, брат, ничего не разыграл. Как тебя вообще в Радик занесло? Я, короче, с мамой хотел пойти вообще в Краснодар. И вообще мы хотели пару колледжов дать заявки, чтобы наверняка. Но мы пошли в первый же, в Радик. И нас сразу же взяли. Ну и мы остановились. Вот и все. Как-то по пути прошли. Защита информации, организатор информации. Что-то такое. Ну, сами понимаете. Чего там делаешь? Я... Да мы ничего там не делаем. Никто домашку не делает. Все прогуливают. Так что все бьют. Надежда Васильевна Головина. Она каждый урок на нас так кричит, что это ужас. Типа... Я же нам сказал! Типа такое, понимаете. Вы ничего не попутали, а? Там и так далее. Вы что, охренели? Вот такое, понимаете. Это та еще. Она прям мега. И понимаете, у нее голова прям взрывается кардинально. И что я хочу сказать. Короче, вот такие отношения на каждом уроке нас отчитывают. Что мы... Понимаешь, там... Понимаешь, бывает в группе, что там два хулигана, три. И они там прогуливают пора. А тут весь класс прогуливать. Весь. Понимаешь? И всем классом пофиг вообще. Я такой включаю YouTube. Пишу, мы хотели про битников что-нибудь посмотреть. Про кого? Ну, про битников. Битников. Какие-то там кадры, что-нибудь такое. Я пишу, бит поколение. Там выдает. Немного опушкинее бит поколение. Погоди, вы с кем? С Яриком хотели, да? Да, мы просто хотели посмотреть. Смотрим на YouTube 3-4. А мы еще что-то набирали, и опять там ты его лизал. И если на YouTube ничего не наберешь, там везде ты. А там опять же, из-за камеры... 90% из YouTube это твои видео. Ну, вообще-то да, у меня там почти 2000. У меня, если хотите стихи какие-нибудь, там Плат, Сильвию набрать, там Сильвия Плат, Максим сразу. Мережковский, Максим. Да. Но, тем не менее, эти видео рассуждением не очень, как сказать, цены, только потому что, я говорю же, там камера, все зависит от того, кто слушает. Вот в чем соль. И порой ты можешь кардинально поменяться, как сказать, как человек, из-за человека, который тебя слушает, кардинально. Твои слова могут измениться, из-за того, кто он поглощает. И вот я тогда только камеры, только брал рассуждать, вот эта камера, это другой слушатель, которого не было. Я вот что-то думал, я одновременно думал, как быть, какой образ ставить, что-то еще. Из-за этого размышления шли какие-то ломки, какие-то фразы не формулировались, не ставились. Ну, как размышления, это так себе, но я не это ценю. Там всегда есть за слова. И вот в чем соль, что все произведения поэтому одинаковые. То есть везде одна и та же порция вечности, моего огня, той же величины. Вот. Ну, чем очко. Они все равно вдохновляли людей. Максим, ты так, ты, ты, элеэ. Так ты глянул дверей? Кого? Двери. Двери? Стою. А, двери. Не, ну двери-то, конечно. Я вообще еще хочу сказать, что все фильмы, суть в том, что порой даже так я тебе хочу сказать, что мы не можем поглощать новое, мы можем только вспоминать. Я теперь это больше понимаю и порой, чтобы увидеть даже фильм или чтобы рассказать режиссеру его почерк, даже так хочу сказать. Мне даже не стоит даже смотреть фильм. Я не хочу сказать, что я его не смотрел. Суть в том, что я не читаю, что я смотрю фильм новый. То есть, я все, я даже так говорю, я везде сущ, я все знаю, я все смотрел, все читал. То есть, я это глубоко осознаю. То есть, я всех привяжу эти уроки, всех, без исключения. Даже тех, которые еще не появились. Я только вспоминаю, вот и все. А так все знаю. Но даже не это я хотел сказать, а что-то другое я хотел сказать. А вообще, кстати, ну, вы вспоминаете ли кого-то? Кого? Да я не помню, забыл. Ты самого Мороса читал стихи? Нет, Джима Мороса. Я же их тебе советовал. Мы же когда еще гуляли, это знаешь, когда было? Моррисон, да. Он, да, он, да, он, если у него хорошие стихи, я не знаю, как сказать, смесь западного и восточного. Он в многом восточном, он индейец. Да, 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 вот у него есть восток, там, естественно, там есть американец, но потому что американец пропитан востоком. Действительно, они одновременно прямые, какие-то диагональные, ломки какие-то такие. Ты же знаешь, вообще формуэт, ну, то, что он там, у него дух индейца, все ли. Да я немного еще читал, ты так посмотрел, это Одак Ницше, то, что он играет на пианино. Моррисон, да? По-моему, мы сегодня смотрели. Вот это интересное произведение, совсем мало, пару секунд. Может, вот так и назад? Как? Ну, вот до этой девятки берем, ну, ничего. Ага. Потом, какая-то загадочная музыка. Ну, что ли? Вот, вы, ну, Джим Моррисон, конечно, это здорово. Я их часто, эти песни сам пел, переслушивал, любил, сам знаешь, личность мне близка. Ну, да. Анархичная такая. Очень хорошая. А, смотри, много, на ком, да. Ну, конечно, Лурид. Я же на него даже этот кавер-делов, вынесенный актер. Лурид, я тебе, и даже стихи про него писал, и тебе он тоже советовал. Да, очень хороший, глубокий автор. Девел в Энди Урхол, продюсировал, да. А Энди Урхол вообще гениальник инорежиссер. А что это, в Америке? А, да, минет. Или же вот этот, Empire State. Вот, я про это и говорю. Да, вот, да. Ну, у него там много. Суть в том, что он снимал фильмы, которые не обязательно смотреть. Фильмы Ambient. То есть, вот есть музыка, которую не обязательно слушать, которая как фон. Ну, действительно. Точно так же, как и фильмы. То есть, ты поставил, смотришь, что ты башня, да, уходишь в туалет, и ничего не поменялось. Я хочу сказать, что вот в чем соль. И вот, это гениально. Это на меня сильно повлияло, я после него тоже начал что-то вот такие, вот, долгие планы. Это очень важно. Долгие планы я гениально ценю, значительные. У него это очень затянуло. Слушай, вот самая-самая сложная фигня в моей жизни. Одна из самых сложных фигней в моей жизни. Я не могу найти, можно уже разворачиваться. Вот, я не могу найти лайф Rolling Stones, где Мик Джаггер, где он танцует. Помнишь, я не включал, где он танцует клево? Я помню, да. Мне нравится Ранни очень. Руби Тюзды у него. Солк, я не нашел этот лайф до сих пор, где он танцует. И все время я хотел его найти. Да, интересно. Так, у него вот были песни, я тебя включал, там, Руби Тюзды, Энжи не включал. Астерс Го Бай, по-моему, тоже было. Ну, Акин Гетт, ну, тоже ранее не видел. Ну, естественно, не видел. Слушай, там ничего, никакой заморачиваться не надо, это самые верхние. Там на ситаре. По-моему, это да. Вот это ранее 60 у них есть, где Брайан Джонсон играет на ситаре еще. Бойлинский. Ну, это гениальная, конечно, композиция. Ролинг Сонус, конечно, на веки вечной в моей душе. Ты теперь слушаешь такую музыку, да? Рэп. Нет, рэп на тебя думаешь. Ну, если рэп, то там какой-нибудь супер авангарный. Да, я тоже рэп по сути такой делаю, авангардный. Ты тоже рэп? Я, кстати, переосмыслил, я думал просто. Но одно время у меня было отравление музыкой. Я пытался слушать, вновь вернуться к стокам, слушать музыку популярную, рэп и так далее, к тентэсьон. И знаешь, в чем соль? Я слушал ее, у меня начала жутко болеть голова и тошнить. Я имею в виду, я не мог, мне было так плохо. Я сейчас говорю, если я слушаю какой-то, ну, типа... Ну, если я слушаю музыку, допустим, или даже банально барабаны какие-то неживые, ну, то есть неживые записанные, то у меня уже, ну, таких звуков плохо. У меня, я сейчас больше предпочиняю тишину, я больше музыку в кино слушаю, естественно. Вот там кинокомпозиторы. Ну, вот в чем соль? Тентэсьон у меня все-таки, хоть у меня от него болела голова, но тем не менее, тентэсьон я признал, как он на меня тоже повлиял. Это хороший, очень хороший автор. Авангардный, очень, конечно, интересный. Да, да, да. Очень понравилось. Очень понравилось. Очень понравилось. Очень понравилось. Очень интересно. Ладно. Не, ну, я уже не смогу вспомнить, что я так говорю. Я про него стих написал, так я заглавил. Тентэсьон. Я его скоро опубликую. Не, ну, что там. Когда я закончу писать стихи, еще 20 таких больших стихов, или 15. И это будет где-то в сентябре, я это все публикую, и конец. Если я и буду писать стихи, как я повторяюсь уже, я буду писать без слов. Так что, прочитай, да? Значит, ты сейчас тишину. Тишину, ну, больше, я кино смотрю. Там, по сути, болтовня. Да, ну, больше, я думаю. Да, ну, больше. Да, господа. Меня зовут, потому что я не пишу. Так что, прочитай, так что, прочитай. Всё, я уже... Я уже тюрьму запомнил. Чем-то? Чё взяли? Я вот сейчас снимал такие, знаете, планы, что вы мелкими становитесь. Знаете, в фильмах есть понятие воздуха. Когда вы станете мелкими, большой масштаб. Вот Тарковский чем уникален? Тем, что вот у него в фильмах вот эта игра стихий большая. Вода, земля, воздух и огонь. Вспомнил вот «Веркалька», там вот это всё водой... Да, да, а вот «Жертвоприношение» или «Ностальгия». Там, знаете, так интересно... «Ностальгия» не смотрел? Нет. Там мужик, короче... Там часто вода, вот эти лужи... Это пропианист, который, да? А? Попианист, который... Не писатель. Писатель? Писатель, который биограф пошёл о музыканте писать. По-моему, музыкант, да. Вот, вот, вот. И вот в чём там этот... Янковский, Олег. Да. И суть в том, что там Тарковский молодец. Он использует часто вот такие маленькие планы. То есть вы мелкими становитесь. Бастер Китин использовал, комик легендарный, не мол, кино. Вот эти мелкие... Это воздух. Воздух должен быть в фильмах. Я пытаюсь как можно больше этого делать. И вот у него вот как интересно тоже было... Мне запомнил... Ну, так, стихи это понятно. Это важно, чтобы была стихи их. Игра стихи. Это самые крупные кинорежиссёров это используется. Ангелопулос, опять же, Шакира Курасава, Бердман и так далее. Самые большие вот у них вот это часто используют. Антонио, ещё не смотрели? Нет. Ещё не смотрели? У него вот это часто, вот это воздух, очень много пространства. Очень. Ну вот, что у него интересного. Нужно тебе... Тарковского? Авторов не накидать. Ой, авторов. Режиссёров не накидать. Ой, это много. Но, тем не менее, я хочу сказать, что вот, Тарковский. Мне вот интересна такая сцена, когда мужик пошёл, там, пророк такой, бродяга, говорить о жизни, смерти и так далее. Его люди не слушали, он такой поставил музыку, типа, музыку. Ну, музыку не поставили, у него в голове играло. Тарковский гениально это походил. Да. Гениально показал вот этот, его мысль, то, что у него в голове музыка звучала. Там девятая симфония Биткоин. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. И вот он горел, представлен. Он сказал музыку и поджёг себя. Горит. И так далее. Вот это очень интересно Тарковского показало. Это гениально. И, знаешь, что мне вот ещё вот у него понравилось? Как он показывал переход пробуждения, сон. То есть переход всего пространства в сон. Вот как персонаж шёл, он там заснул, да, долгие планы. Он сначала пришёл молча, пока за пространство сел. Сидит спокойно. Пошли так, непонятно. Сидит там, думает что-то, думает и ложится спать. И как сон показан был. Такое ощущение, что я сам поспал. Вот суть в том, что, действительно, хороший кинорежиссёр всё пространство говорит. Понимаешь, пространство становится человеком, даже так, единым, но в то же время человек выделяется. Но оно единое. Одновременность. Вот это важно. И вот пространство там значительно говорит. Как будто я поспал. Понимаешь? Я от Тарковского огромного мнения. Так что вам надо смотреть. Бастера и Китана ещё не посмотрели. Он тоже гениальный кинорежиссёр. И гениальный актёр, как его поставил этот Американский институт кино. На, вроде, пятое. О, а ты, кстати, у Бернаа не смотрел Часлый УК? Часлый УК? А, да-да, смотрел. Я вообще много. И как ты Часлый УК? А? Как тебе Часлый УК? Я могу, по сути, говоря об этом фильме, я могу вспоминать даже фильм Причастия. Персону. Даже такие фильмы, как Седьмая Печать. Земляничная Поляна. Понимаешь? Это всё продолжение одного и того же фильма. Какой? У меня два фильма... Короче, у Бергмана есть два шедевра, да? Прямо значительно гениальных. Они вышли в один год, пятьдесят седьмой. Это Земляничная Поляна и Седьмая Печать. Эти фильмы мне безумно понравились. Земляничную Поляну ты смотрел, да? Мы начали, а мне не понравилось. Ну, вам не понравилось? Мне не понравилось. Ну, понятно. Мне очень понравилось. Но там суть в том, что вот играет главной роли Виктор Шострюм. Вот мне он не понравился. Это тот кинорежиссер, гениальный, который говорил. Он мне не понравился, да? Да, я не понимаю. А это гениальный кинорежиссер. Любимый режиссер Бергмана, о котором он говорил. Не мол, кино. Вот. Я могу присмотреть. Ну, он не может присмотреть, естественно. Ну, хорошо. Бергмана не пойдет. А ты понимаешь, такие фильмы, они настолько гениальные, что даже пересматривать не надо. Со временем они сами мысли вживут и растут. Вот в чём они созданы на это, на продолжение. Если мы Печать посмотрели... Вообще, Семя Печать это вообще как глоток воздуха свежего. Потому что мы смотрели уже что-то там. Какую ерунду смотрели, а потом появляется вот... Снимая Печать мы просто вообще в шоке были. Вот в чём Кочевской. Они сразу сделаны на то, на продолжение, чтобы... Сделаны на то, чтобы человек, тот, кто посмотрел зритель, сам додумал этот фильм, доделал. То есть не то, чтобы додумал. Они потом, когда ты их посмотрел, они ещё не закончат. Когда ты закончил фильм, ты его не закончил слушать. Он продолжает. 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 И он был с самого начала режиссёром продуман на это. Вот действительно продуман. И понимаешь, эти фильмы даже действительно пересматривать неважно. То есть этот фильм ещё и идёт, продолжает. Я не посмотрел. Поэтому я посмотрю. Ты его всё равно. Даже тебе достаточно всего лишь секунды, даже минуты. Минуты, хорошо, секунды. Минуту, и всё. Этот фильм как раковую опухоль. В тебе возрастается, растёт. И всё. Вот это и есть этот фильм. То есть его... Не обязательно пересматривать. Такие фильмы не обязательно пересматривать. Они растут, и они уже в тебе всё равно. Ты можешь этого не осознавать, но они в тебе. А Пелевина, кстати? Ты Пелевина что-нибудь ещё читал, нет? Пелевина? Нет. Я вот когда с вами, с Кириллом с тобой гулял, я вот тогда читал, а уже нет. А помню, ты числа за два часа прочитал. Да, быстро. Он до сих пор во мне. Вот для этого как его зовут? А, этот. Рави Шанкар. Рави Шанкар. До сих пор эта книга во мне. Хоть я так быстро прочитал, но тем не менее эта книга формы, книга души и... Как это там песня была? Отмесут у говноед. Да? Отмесут у говноед. Я вообще прям это слышал. Я не знаю. Ну можно вот так. Так. И я вот что-то ещё... Пелевина больше не читаю. Мы ходим здесь, у меня такое ощущение, как будто мы не по одному месту ходим, а как будто мы вообще... Вот в чём суть. Медленные планы, круговорот, игра, дождь, воздух, земля. Какой-то другой место. Да. Самое интересное. Вот мы сейчас ходим, ты не ощущаешь кинематограф? Я теперь ощущаю кинематограф везде. Я везде. Ну я вообще всегда его учёл тогда. Да. Кинематограф это особенное искусство. Кинематограф это движение. Кинематограф был всегда. Да. То есть вот я как-то сказал на истории, что кинематограф он был ещё в каменном веке. Ну меня конечно тут меняли, естественно. А на самом деле это так. Я вот не могу... Он не появился тогда, когда камера, вот в конце 19 века. Он всегда был в движении. Я это понял благодаря таким мастерам, как Тарковский, Антони Вони и так далее. Что это происходит? Ну я больше это через тебя понял. Просто я вижу там, да, что у меня кинематограф. Да. И вот сейчас я, замечу, наблюдаю великолепный фильм. Вот это наш круговару дождь. Это все фильмы. Очень хорошие фильмы. Ну я сам отношусь. И единственное, кто может... Вот брать позднего Скорсезе. Разве он может вот к этой реальности? Он как-то к этой реальности всё равно. Может казалось бы быть же этим актёром, но ты не ощущаешь её. Вот такую же похожую реальность, которую есть сейчас, я ощущаю в фильмах Тарковского. В Антонионе. Я чувствую её. Каких-то высокобюджетных фильмов, там нет как бы реальности. Просто такой пластмассовый. Вот! Глянцевая. Это те фильмы, которые идут в сон. Вот что я хочу сказать. Вот то, что я тебе сейчас снимаю, это куда лучше позднего Скорсезе. Куда лучше. Намного. Вот ты посмотришь этот фильм, вот это. И ты можешь такую же картинку видеть в Америке. Везде. То есть вот это и есть кинематограф. Он приближен к вот этой картинке. Это сам... Ну я имею в виду конечно не хуже всё-таки. Но если, понимаешь, многие кинорежиссёры здесь не стремятся вот как раз таки к пробуждению. Вот. Но если брать позднего Скорсезе и меня, то конечно вот это пробуждение лучше. Вот. У него сон. А, кстати. То есть ты угадал там что-то про... По поводу актёров то что? Ты не смотрел «Белые ночи» Пустилиону Трепицыну? А-а-а! Рой Андерсон. Не-е-е. Не, погоди. Как ещё? А-а-а! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Я перепутал. Я знаю. Я слышал. Напомни кинорежиссёра. Не помню. Белые ночи. Ну-ка ещё раз. Пустилион Трепицыну Трепицыну. Я знаю. Знаю этот фильм. Там ещё не профессиональный состав. То есть там все... Я его не смотрел ещё, но я его знаю. Я не помню. Не помню. Просто у Роя Андерсон чувствуешь похожее название есть? У него... Ты живущий. Голубь сидел на ветке. Вот, вот, вот. И песни со второго этажа. Вот я слышу вот это название, что ты мне сейчас сказал, но я не помню кто. Ну, я видел этот фильм, но я очень не смотрел. Видел фильм. Вот. Ну, посмотрю, конечно. Ну, всё. Ну, так... А ты смотрел, да? Ну, нет. А кто... А... Ага. Актеры не помнят, да? А-а-а. Есть один актер. Депрессиональный актер. А-а-а. Те... 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 Ну, блин. Сюжет не делают, не делают. Я видел много раз, но чуть-чуть не помню. Ну, приду. Ой, если... Если еще есть профессиональные актеры, которые встают... Ну, ну, ну... Ну, это вообще... Ну, это вообще... Ну, это вообще... Это вообще... Ну, это душа. Это греймой. Он сделал... Не профессиональных актеров, танцоров. Да. В общем, там такой сюжет, что... Там танцоры, у них тур. И они решают... Сангрию сделать. Ну, сангрия напиток, знаешь. Вот. А эту сангрию добавляют кислоту. Ну, то есть... Всё равно можешь не рассказывать. Нет. Ну, в любом... Да я знаю. Слушай, вот я... Вот. Я вот что-то хочу сказать. Всё-таки, действительно. Я вот сейчас тоже нахожу. Всё-таки, Ноэ тоже похож на этого. Гринуэ тоже, опять же. Тоже нахожу прикличку. У Гринуэ тоже что-то очень даже похожее. Такое... У Гринуэ, я бы даже так сказал. Больше резкости и больше плоскости. Хотя объем у него, в принципе, есть. Но все этот объем, он плоский. Даже так бы сказал бы. Сухое у него такое всё. А у Ноэ у него более мягкое. Ну, как и многие. Многие современные фильмы очень свойственны. Это вода. Мягкость. Вот. А если вот... Гаспар, нуэ, я знаю, правильно говорить уже. Он же по идее... Кто-нибудь? Он бельгийц, да? Или кто-нибудь? По происхождению? Ну, он вообще француз. Француз. А по происхождению там куда лезть? Нет. Австрийец. Какой австрийец? Да нет, он не австрийец. Нет. Или он испанец вообще. Нет, нет, нет. Никакой. У испанцев вообще даже ударение. Педро Альмадовар, да, какой-нибудь испанец. Я не знаю. Или... Аминабр там. Так, ладно. Я... Нет, это не испанец. Это француз. Ну, по происхождению. Ну, тем не менее. Это неважно. Как бы мы все... Я не сказал бы, что я русский. Я француз, я и так далее. И Россия, она состоит, язык даже состоит из множества смеси других языков. И политика, и культура, и все. Да, и все. Если ты говоришь, что ты патриот России, то значит, ты говоришь, что ты патриот всего мира. Всего мира, да. Мы все французы, немцы, русские и так далее. Ну, это вообще очень глупо. Вот именно есть патриоты, а есть ватники, которые только Россию признают. Это очень глупо. Потому что Россия, по сути, состоит... Да не, не глупо. На самом деле тут ситуация куда глубже. Я вот как... Я говорю же, я буду вечно защищать этих людей, которые вы называете, может быть, дураками, или какими-нибудь дубами. Ну, эти люди для меня пример того, как надо быть, вообще быть, существовать. Ну, в чем-то да. Вот я... Да, я не знаю. Мне не нравится всякую стабильность, хоть постоянность. И какие-то... Люди. Они такая пластмассовая, но зато вид как-то... Не знаю. Может быть, пластмасса это и есть реальность. Понимаешь, реальность это то же самое искусство и пластмасса. Вот я просто теряюсь, я не знаю, где я сейчас... Вот я тебе серьезно, Влад, говорю, я не знаю, где я. Ну, кто не знает. Ну, в чем суть? Весь этот мир очень искусственный, одновременно... Ну, все в одновременности. Ладно, не будем вдаваться в это. Я... Ты Тарковского еще все фильмы осмотрел? Или... Погоди, ты смотрел «Зеркало». «Солярис». Начал смотреть этого... Ну, с кем-то за компанию. Рублева. А? Рублев, да. Очень хороший фильм. Очень. А? «Иваново детство», да. И Иваново детство мы смотрели. Дебютный его фильм. И... Ой, Иваново детство вообще ужас. Метражный. Очень хороший. Ну, вот как... Тарковский, конечно, очень сильно любил Бергмана, Брессона. Любим его, конечно. Самый интерес с Брессоном они же... А? Читал. О, да. Вот. А это еще, кстати... Что-то я хотел сказать. Ты не смотрел «Безумный перо»? «Безумный перо»? Не смотрел. Это «Гадар» и, естественно... Как сказать... Это хороший фильм. Действительно. Ну, что-то говорить. «Гадар» это... Особенно «Гадар», какой сейчас есть. Позднего фильм смотрел. Нет. Это сущий авангард. Они как будто сняли... Они очень похожи со мной на мои фильмы. Как будто на телефон. И я не знаю. Он до сих пор строит очень новаторские формы. И мне будет... Если так выбирать, смотри. Потому что я выберу сам... Поздние фильмы. 14-18 год. И так далее. Да. Это гениальные фильмы. Просто... Мне наоборот оказалось, что Гадар... Ну, я так и подумал. Мне кажется, Гадар, что он в концу жизни... Да не, он все так же. Он такой добренький, активненький. Не, ну... Ну, мне... Сколько ему вообще лет? Ему уже где-то в 90-е, по-моему... А он сейчас в жюри сидит на кануле. Да. Но тем не менее... Это не Долана там прожил. Но тем не менее, его поздние фильмы лучше Долана. Поздние фильмы очень... У меня кардинально повлияли. Ну и, конечно, у Рани, это действительно, это же революция. Он сделал фурор. То есть вот эта французская волна новая, она изменила все. И голливудская. Понимаешь, закат этого старого Голливуда произошел. Пришла новая волна, там, Коппола, Фриткин. Вот, Трюфо. Ну, Трюфо, это французская, понятно, не сделай. Но Трюфо был первый. Он был, знаешь кто? Он очень любил Базена, Андрей Базен. Это тот, кто создал все. Это все его темы. Вот есть теория, есть идея французской новой волны, да? И вот все эти идеи, которые продвигали Гадар, Трюфо, Шаброль, Роме. Вот. Они все... Эти идеи придумал Базен. Вот. Этот кинокритик великий. Который умер от рака в 50 лет. И вот, кто его очень искренне любил, так это Трюфо. И вот, как сказать, Трюфо, он, конечно, всех, конечно же, заманил, туда-сюда. И, ну, хочу сказать, что самая большая заслуга, наверное, это, конечно, Трюфо среди кинорежиссеров. Ну, новой волны. Ага. Кто его вообще выдумал? Четыреста ударов. Вот четыреста ударов я смотрел, но мне вообще не понравилось. Мне понравился? Это мой... Мне один из всех понравился. Этот фильм, мне он очень понравился. Кардинально. Ну, значит, я его смотрел, мне просто... Я по нему даже засыпать ночью. Ну, 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 ну. А мне вот, наоборот, нравится фильм «Нудный». Ну, хотя он, я не считаю его очень нудным. Мне показался он динамичным. Там не было нудности. Ну, 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 ну. Не знаю. Неинтересно было смотреть. Ну, вообще. Как-то... Мне вот экранизация его «Рэй Брэй 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 Брэй» очень понравилась. «Четыреста пятьдесят один градусов по фаренгейту». Ну, не знаю. Лучшие книги, это точно. Слушай, вот еще, типа, из «Ново французской волны». Ну, вот, если я выберу сегодня, чтобы посмотреть, то, наверное, все будет. Из «Ново французской»? Да. Да я не хочу как-то вот тебе перекликать, советую. Тут все очень просто. Ну, Кирилл, заходишь в «Кинокультуру» какую-нибудь... Кирилл? Ой, прости, я уже оговариваюсь. Влад. Влад, заходишь в какую-нибудь «Кинокультуру», заходишь в какой-нибудь журнал «Сеанс», в «Искусство кино» или же даже просто «Гугл». Вбиваешь «Кинокультуру». Сейчас, погоди, Маман. Да, Маман. Ну, а сейчас сколько уже? А, 20.45? Ну, все, я... Сейчас еще 15 минут, и я иду, давай. Ну, или даже меньше. Давай. Даже меньше. Ну, даже меньше. Так вот, все очень просто. Заходишь в «Гугл», выводишь того же «Годара». Там есть похожие вот эти запросы. Да, похожие. Ну, переходишь на них и смотришь. Все. Все очень просто, все очень легко. Википедия. Мы на самом деле ничего хорошего не находили. Ну, они все на самом деле хорошие. Тут уже дело в вас, наверное. Вы просто... Нет, там просто... Там просто... Там не было каких-то... Даже странно как-то. Там либо выдающиеся актеры, которые играли в их фильмах, либо похожие там вот тоже выдающиеся режиссеры. Ну, вот опять же. Там... Ну, не наоборот. Ну, я, по-моему, смотрел, мне там не попадалось и режиссеры. Ну, в Википедию заходи, там тоже есть. Французская новая волна и там список. Или даже новая волна Голливуда. Тоже список. Понимаешь, кстати, ну, сам понимаешь. А неореализм итальянский. Смотрел... Вот это... Кстати... Я его очень сильно любил. Очень сильно понял. Только благодаря тому, сейчас это говорю. Благодаря тому... А-а-а. Благодаря тому, что я был тогда, в то время, когда его смотрел, очень голоден. Я тогда боялся еды. Это связано со многими там страхами, что на меня скатили. Тук-тук-тук-тук-тук. И... Голоден-голоден. И поэтому я их понимал. То есть, если ты хочешь, берешь это за неореализм, то я тебе советую, и Ярику тоже, быть голодными. Вот и все. Они есть. И тогда вы эти фильмы безумно полюбите. Вот только так. Я просто... Просто... Оказывался на их месте. Я их дико понимал. А понимание это очень важно. С персонажами. А так, если ты будешь сыт, и у тебя будет достаток телефона, то ты их никогда не поймешь. И фильмы тебе не понравятся и так далее. Вот если ты только голодный будешь, то тебе эти фильмы очень сильно зайдут. Итальянскими говорили. Это, кстати, фильмы, которые очень сильно повлияли на... Можно сказать, создали тоже новую волну. И, кстати, знаешь, из чего вообще вышло все французский кинематограф. В том числе и «Новая волна» и так далее. Вообще, это «Аталанта» Жанна Вего. Этот кинорежиссер прожил всего 29 лет. Снял 4 фильма. Когда он умирал, он даже и не думал, что такая вот слава потом после смерти будет. Он умирал неизвестным таким скульдным кинорежиссером с маленьким бюджетом. Никак. Только вышел от фильма «Аталанта» и он умер. Два месяца прошло. Но там еще неясно было. И вот он умер неизвестно. А потом что? Весь кинематограф из этого вышел. Это вышел главный. Брюсон и Ренуар. Ренуар. Вот. И они, в общем, Ренуар представлял, так сказать, женскую линию, лиризм, поэзия, а Брюсон строгость, реализм. И вот они это дитя вот этого аталанта. Это вот прям поэтический реализм наш такой. Это что-то первое было в кинематографе. Это третий-четвертый год. И как еще сказать. Эти фильмы сильно повлияли. Не то чтобы на французский кинематограф. Ну из него все вышло, так все признают. Ну французский кинематограф. Так и на весь кинематограф. На весь. Слюя, я тебе советую. А Линч? Линч. А? Да я почти все у него там тоже много смотрел. Ну конечно. Ну любимый «Твин Пикс» посмотрел. Ну правда классический. Третий сезон не смотрел. Да. Ну так в принципе в третьем сезоне есть весь «Твин Пикс». Весь? А. Объединение всех. Это как переосмысленное. Не, не, не. В смысле. Сам «Твин Пикс» скорее третий сезон. Не раньше, чем первые два. Даже так. Ну да. Именно «Твин Пикс» каким его видит Линч. Вот это третий сезон. Вот это очень хорошее. Потому что там уже. Там Фрост. Там второй с ним был. Марк Фроуз вроде бы. Марк Фроуз. Он там почти не принимает участие. Самое интересное, что вот весь «Твин Пикс» первый, второй сезон там было много режиссеров, которые снимали фильмы. Ну вот эти серии. А там третий сезон он все срежиссировал. Это очень важно. Так ты посмотри, ты вообще в шоке будешь. Это, наверное, ну, одно из лучших вообще у Линча. Ну я тоже так думаю. Мне теперь не так кажется, как объединение первого, второго, как переосмысленнее думать. Первый, второй – это линейность. Это просто вот знаешь, как у него сериал. Создание. Да. Так-то всего… Ярик сколько там Линч продюсировал? Ой, режиссировал. Пару серий. Две-три серии там Линча. Остальное – это не Линча. Угу. Ну это понятно. Да-да-да-да. Ну, конечно, сериал тоже очень хороший. Связан с интересным периодом моей жизни. Случилось очень много интересного, в том числе и с людьми у меня. И тогда, понимаешь, множество тем нам еще стоит обсудить. То есть, естественно, я рассказал сейчас, вот сколько трендвичал. Ярик, ну ладно, послушай, я ничего почти о себе не рассказал. Совсем чуть-чуть. Времени недостаточно, у нас еще лет. Ну вот. И я хочу сказать, что столько всего произошло, и ничего только не рассказал. Ну и вы, блин. Ярик тоже был интересным способом. Да-да-да, я трендвичал. Ну и куда пойдете дальше? Я покушать. Покушать? Да, я еще не буду. Я тоже не ел, не ужинал. Вы можете меня сейчас? Подержи. Я тоже хочу, чтобы меня запечатлели. Свет нормально? Да, тебя почти не видно. Вот, и так. Вот, и так. Он на метражу, и мы так объединены. Это интересно. Ну-ка, посними-ка. Хотел, а не ваш? Да. Нет, я сниму. Не сниму. О, смотри, сделай так и руку в камеру. Как? Ты так руку в камеру протянул. Ты хотел так и взять камеру. Так там это... Вот, и тут... Жуть ты забираешь. Это, как вот... Здесь сидите, все время в кепке ходил такой... Ха-ха. похож брендонс это чертовы я не знаю но не я вот что то еще хотел сказать но не мой кино вы обязательно должны смотреть не мой кино посмотрим на меня как бы кардинально повлияло кардинально Юрий Сивенс тоже есть городская симфония Сивенс Юрий значит вот так ну что Макс до завтра до завтра уже конец был а я хотел последний что сказать я почему сейчас Деррика Джарна насмотрел? еще нет? Караваджо у него фильм есть очень хороший в основном самого Караваджо то я знаю Караваджо вот советую вам тоже Караваджо художник? я не знаю почему а да просто когда у меня сверст злой тип гневный я сразу Караваджо споделал ну много фильмов которые я вам советовал я бы еще хотел с Яриком тоже пообщаться Ярик мне показался хорошим персонажем ну ладно я так-то все время сижу что-то выговорился удивительно я так никогда не говорю а что ты не гуляешь-то? нет ну я только с Максом идти ну мы так немного я даже с Максом уже больше так не говорю я с Максом если гуляю то мы идем просто молчим ну это летом особенно было первая часть мы сначала говорим поговорим что-то а потом вторая часть уже ближе к вечеру в 9 часов мы же просто идем молчим может быть ну конечно молчание больше есть ну я вот сейчас так вот как сейчас говорю я уже давно так не говорил я практически так не говорю много вообще нет я очень в последнее время очень молчаливый на самом деле ну мы только гулять будем естественно все вместе ну да ничего так что мы не теряйся голову куда ты пойдешь есть а ты куда пойдешь мы покушаем я покушаю Ярик подождет мы парим фильм даже так ну ладно а что за фильм будет? а чертовы я тоже сейчас фильм тоже чертовы кстати у Линча мне все-таки любим Голова Ластик Голова Ластик гениальный образ очень хороший у меня Шоссе Никуда да это тоже очень хороший фильм очень экзистенциальный очень это как будто дизельная простуда сон ты не считаешь так? нет так наоборот больше сон наверное это Малхолланд Драйв а ну там тоже но все-таки я считаю что Шоссе Никуда там намного больше все-таки все так как-то слилось загалилось ну Малхолланд как один эпизод из Тарковского ностальгии только растянул на 2 часа или там больше 2 часа все-таки ну вот я когда болел а внутреннюю перью ты не смотрел в Линчае? внутреннюю перью? но сам этот нет я у него много посмотрел простую сон мы до сих пор мы смотрим его 3 или 4 раза это жуть я не могу это очень хороший фильм он какой-то слишком хороший он 3 часа идет там ты вообще-то пытался посмотреть его, нет? я еще не взял если будет свободное время посмотрите мне просто интересно что ты скажешь дело в том что столько кинорежиссеров есть мне хочется вот именно некоторые ближние Линч на самом деле он хороший кинорежиссер но не любимый вот он хороший поэтому я не понимаю я когда болел я много его смотрел много пересмотрел тук-тук-тук-тук-тук и так далее так что я за других сразу за классиков еще глубже не мою и так далее у него вот фильм есть Роберт Уильям Пол один из первых кинорежиссеров вообще английский вот он снимал у него есть фильм Бушущее море он в 20 секунд не моет там 19 век это мой любимый фильм в списке любимых я вот еще хотел поговорить с тобой Галя я тебя честно признаю что в мыслях вообще не выходило из моей головы вообще вообще не выходило мне было очень интересно тоже о ней поговорить и впечатления ну короче очень много всего я знаю мы встречались мне самоговорил ну вот просто знаю много чего произошло и хотя кто знает в следующий раз я может быть не буду так много говорить и это все обойдется в 3-4 слова я обычно так много не говорю но то вот как раз мы поговорим будем сейчас давать да вы тоже говорите мне очень челюстно я вспомнил ты медитируешь я? да ну если только в колледже и вообще медитировать не обязательно садиться и медитировать вот я сейчас что делаю я сейчас медитирую вот вот это и есть медитация тоже вот так ну ладно пойдем все давай возможно завтра если ты что-то смотришь свободен ну да я всегда свободен я уроки не делаю ну да давай